С развитием технологий вопросы информационной безопасности становятся еще более актуальными. Вопрос защиты личных аккаунтов зависит не только от технической команды социальных сетей и контент-провайдеров, но и от каждого пользователя. Не умея защитить свой компьютер и свои личные данные, вы становитесь не только жертвой вербовщиков, но и можете быть обвиненными в пособничестве в распространении радикальной информации. Особенно с развитием социальных сетей люди очень много стали публиковать информацию о себе и своих близких в социальных сетях, что тоже небезопасно. Это становится хорошей базой для проведения социального инжиниринга, когда можно с помощью этой информации создать психологический портрет пользователя и дальше иметь возможность для вербовки. Собирая эту информацию и создавая психологический портрет жертвы, чаще всего вербовщики предлагают решение ваших проблем. Но это не совсем так, ведь они преследуют другую цель – вербовать вас в радикальные экстремические группы. Для минимизации цифровых угроз мы разработали для вас ряд простых рекомендаций, которые могут быть полезны в использовании цифровых технологий. Обязательно устанавливайте пароль на вход в Windows. Не скачивайте информацию с неизвестных источников. Не храните вашу информацию в цифровом формате, если вы не хотите, чтобы в будущем она попала в чужие руки или в интернет. Не распространяйте свои пароли от локальных сетей и от ваших устройств. Перед тем, как подключиться к публичным сетям, убедитесь в защищенности вашего устройства. Выключите общий доступ к папкам и дискам. Отключите видимость вашего компьютера для других. При использовании мобильных устройств отключайте геолокацию и передачу данных. Включайте их только при необходимости. Устанавливайте на мобильные устройства только самые необходимые приложения. Не устанавливайте сомнительное приложение с неизвестных или ненадежных источников. Если приложение запрашивает ваши персональные данные, то лучше не устанавливать и удалить такое приложение сразу. Не перезванивайте, увидев пропущенный звонок от международного неизвестного номера. Это могут быть мошенники. Отключайте сервисы, которыми вы не пользуетесь. При использовании онлайн ресурсов убедитесь в правильности ввода адреса ресурса. Используйте разные пароли для разных аккаунтов и желательно меняйте их каждые 2-3 месяца. Не записывайте пароли на бумажках или записных книжках. При возможности используйте двухфакторную авторизацию. Не публикуйте всю информацию о себе и своих близких в социальных сетях. Общаясь с новыми людьми в онлайн, во избежание вербовки в деструктивные группы, всегда будьте бдительными. Отрабатывайте навыки критического мышления. Всегда задавайте вопросы. Зачем вы этому не говорите? Зачем вам это надо? Всегда анализируйте и наблюдайте. Проверяйте любую полученную информацию. Всесторонне изучите предмет разговора. Например, начните с интернет-отзывов и можете заканчивать сводками про охранительных органов. Найдите себе глобальную цель в жизни. Распланируйте все мероприятия для ее достижения. Найдите единомышленников. Будьте всегда заняты. Тогда ни одна деструктивная организация, ни одна посторонняя мысль не сможет вас сдвинуть с пути, по которому вы идете для достижения своих целей. Редактор субтитров А.Семкин